Нас везли в скорую на Верховенную, он всё время уже тяжело дышал. Вот так всё. Врачи, когда пришли, сказали, что ребёнок очень тяжёлый. Вот они приехали сюда, да, и здесь уточнялся диагноз этого пациента. Там, по-моему, они находились на лечении Мироновки по поводу пневмонии, но недели две, наверное, они точно завершались. Ребёнок уже не спал, он был напуган, и мы были напуганы все. Ребёнок ночью стоял возле окошка, дышал воздухом, то, что лежать он вообще не мог, он задыхался. У него был очень выраженный двухсторонний плеврит, а это состояние, угрожающее в жизни ребёнка. Как-то утром я приезжаю с сумками, как всегда, естественно, подхожу к палате, дверь приоткрыта, и слышу такой разговор. Моя свекровь, то бишь бабушка, разговаривает по телефону со своей подружкой села, и говорит ей, что это все, конец, готовьтесь к похоронам. Я и похолодела. Музыка. 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 Я говорю, что повезло в село охранить. Я говорю, давай будем лучше в Киеве. Окей, нет, около дедушки тут похоронен. Ира сказала, нет, не может таким мальчиком. Все сделала, все сделала я абсолютно. И он как-то ожив. Мы начинали химию, когда еще окончательного диагноза не было. Мы ему по жизненным показаниям начинали химиотерапию. Мы понимали, если мы сегодня не начнем, то завтра может не быть. Может быть прошло где-то около 4-5-6 часов. И когда я спросила Денису, как ты себя чувствуешь, как тебе это все, он сказал, хорошо. А потом посмотрел, улыбнулся, попросил опустить ему подушечку пониже. И ребенок первый раз спокойно уснул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова